девочки и мальчики привет всем еще раз привет у нас сегодня третий выпуск рулетки не знаю будет ли он сегодня веселым я постараюсь надеюсь будет веселым и информативным поэтому садитесь поудобнее начинаем привет как у вас дела ребята просто замечательно чего вау то насчет чего да это не для вас ой да ну вот что за лот а вот а а А, почему я в маске? What you in mask? What you in mask? Совесть-то должна быть хоть какая-то! Ладно, рассказывай, почему ты в маске? Стараюсь надо мной. А чё ты в маске-то? Кого-то напугать ты решил? Да нет, я не пугаю. На самом деле, просто чтобы не афишировать своё лицо. А что ты такого здесь плохого делаешь? Что боишься афишировать? Нет, прикольно. А ты что-то плохое делаешь? Нет. Ну, тогда чё скрывать? Я работаю уже. Где работаешь? Вот, в месяц. А чё ты зависаешь? Где ты работаешь, не поняла? Работаю... Ну, сто-десят в год, да. А что, тут так интересно сидеть, что вот ты прям маску одеваешь и вот хочется тебе здесь посидеть? Ты занимаешься интимом? Нет. Я что, похожа на ту, которая занимается интимом? Я похожа на самом деле? Нет. Я занимаюсь интимом. Ты занимаешься интимом в маске? Not bad, not bad. Тобой я хотел бы заниматься интимом. Правда? Это очень дорого было для тебя. Что? Очень дорого тебе это выйдет. Почему? Потому. Ты сначала снимешь маску, потом ты мне расскажешь, что ты хочешь сделать, а потом я подумаю, будем мы этим заниматься. Как насчёт такого плана? Блин, ну я... Ну чё ты, я прерываешься, не слышу я. Что ты сказал? Я говорю, я выйдет. Плохой у тебя интернет, я хочу тебе сказать. Маска у тебя хорошая, а интернет у тебя херовый. Да ладно, посиди, дружок. Привет, Америка. Анекдот расскажите, пожалуйста. Мне вам рассказать анекдот? Я думаю, что вы умеете анекдоты рассказывать. Расскажите мне. Рассказываю, рассказываю анекдот. Встретились три пофигиста. Первый говорит, у меня машина сгорела, а мне пофиг, я новую куплю. Второй говорит, у меня машина сгорела, дом сгорел, а мне пофиг, я и машину куплю, и дом построю. А третий говорит, захожу в подъезд свой, стоят три балла, спрашивают, ты Николай? Нет, не Николай. Они меня избили до смерти, а мне пофиг, я не Николай. Не пофиг, а другое слово здесь. А что так можно было, что ли? Ну да, да, да. Спасибо, что матер не ругались. Как вас зовут? Нет, нет, нет. Юрий. Юрий, очень приятно. Меня Наталья зовут. Отлично. В Америке хорошо жить, Наталья? Вы знаете, наверное, хорошо жить везде, а это все зависит от вас, хорошо или плохо жить. Не зависит от страны, зависит именно от вас. Если вы веселый человек, у вас хорошее окружение, вам хорошо где угодно. Да что вы говорите? Нет, ну, как бы хорошо там, где нас нет, говорят. В Америке, вот я недавно разговаривал тоже с жителем Америки, ему что-то не очень весело, он из Грузии приехал. И что-то говорит, пока не весело ему. Вам весело? Ну, он, видимо, только-только приехал, конечно, адаптация идет лет пять. Я 18 лет здесь уже живу, поэтому, да, адаптация уже прошла, но я понимаю его, что не весело, конечно. Вам, вы имеете работу? Да, я имею работу, да, я много уже где работала в Америке. Я начинала с отеля, потом я работала в больнице, ну, типа как нянечкой, да, потом я работала в магазине, потом я работала, значит, продавала отпуска, ну, как резорты, потом я работала в банке, и сейчас я риэлтор, как бы, вот так вот. Наталья, морская пехота! Много работ. Там даже риэлторы есть. Ну, не черные. Меня все спрашивают, ты черный риэлтор? Нет, просто там жилье-то, говорят, арендует, там зачем риэлторы в Америке? Ну, это говорят те, кто не знает вообще ничего об Америке. Так же, как и у вас, и арендует, и покупает, и как я живу, у меня свой дом. И у многих у меня, у друзей свой дом. Кстати, у меня нет друзей, которые арендуют. По-моему, у всех. А из какого города приехали в Америку, если не секрет? Из Ярославля. Из Ярославля, а я из Костромы, земляки. Ну вот, тогда вы знаете мой город, это Рыбинск, потому что Рыбинск мало кто знает. А Рыбинск, Ярославск, конечно. Да. Я из Рыбинска. Даже Буфа. Да, я из Рыбинска. Ой. А сейчас риэлтором имеете свои корни, наверное, уже в Америке, нет? Ну, конечно. Я 18 лет здесь, да. У меня и сын здесь, и есть внук. И, конечно, да. Вот. Ну, я хочу сказать, тот парень, который вам сказал, невесело. Это, вот, представляете себе, вы всю жизнь живете в одной стране, у вас совершенно другой менталитет, у вас совершенно другой уклад. И вы приезжаете в другую страну, и вам нужно смириться с тем укладом, потому что он не ваш. Просто потому что он не ваш, вам трудно его принять, понимаете? И вот с ним нужно очень долго жить, чтобы его принять. Все не как у нас. Так же, как и если они приедут в Россию, им тоже трудно принять наш менталитет, потому что они с этим. Это всего лишь вот именно очень тяжело переварить это все в голове, что вот они улыбаются всем подряд, да. Мы так не делаем никогда. Я приехала в Америку, когда мне все улыбались, я думаю, я его не знаю, почему он улыбается. Я его не знаю, почему он не улыбается. То есть, а потом к этому привыкаешь. И когда приезжаешь после 18 лет в Россию, кажется, что все такие угрюмые, да. Но сейчас уже улыбаться стали больше, конечно. Ну, вот такой вот менталитет, как так сказать вам. А в Рубинске остался кто-то, наверное, да? Да, у меня там сестра только. Сестра и племянница. Ну, не жалеете, что там в Америке находитесь, да? Ну, как я не жалею. Но дело в том, что пять лет, когда была адаптация, жалела. А потом оно все проходит уже. Потом привыкаешь. И уже, конечно, трудно что-то поменять. Вот. А в каком городе живете? Я живу в штате Флорида. В штате Флорида. В городе Диленд. Я просто почему спрашиваю. Я был в Америке, будучи моряком за Гранд Пламен, но очень давно, 30 лет назад. Я был в городе Стоктон. Слышали? Стоктон – это Вискансен, правильно? Ну, скажу больше. Ну, как бы сориентирую. Мы проходили под Малом Золотые Ворота у Сан-Франциска. А, тогда Калифорния. Тогда Калифорния. Тогда Калифорния. Тогда Калифорния. По реке Сакраменто. Мы шли на Портоск. Это был 1984 год. Ой, вы были там тогда, когда мы никто там еще не были. Когда для нас все это было закрыто. Я просто старенький уже, поэтому я давно там был. Ну, какой старенький? Сколько лет-то вам старенький? Я 61-й год, а мне 58 лет. Ну, а мне 52. Ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! Ну, нормально. Мы оба старенькие, значит. Да. А вот, кстати, у вас я вижу очень красивая картина там. Вдалее квартира. Это ваша, да? Какая картина? Ну, картина там, висят на стене. Ну, да. Это я в офисе сижу. Это в офисе. А, вы в офисе? Я думал, это ваша комната. Нет, это мой дом. Просто комната. Офис, я его называю. Потому что здесь все, что есть, это компьютер и диванчик. Ну, как бы и все. Я просто долго привыкал. Вот когда мы были в Америке, у нас разница во времени была 11 часов. А как у вас разница? Сколько во времени? Ну, вот. Так, сейчас у нас времени, ну, 2.38. То есть, 14.38, если я скажу. А, полтретьего, 14.30, ну, полтретьего. А в каком городе? А, в Костроме, да? А, в Костроме, да. В Костроме, да. В Костроме, да. В 20.11 вечера. Да, да. 22 часов. 22 часов. Да. Ну, а температура какая сейчас? Ой, ну, сейчас у нас похолодало тоже, тоже. У нас же как-то зима считается. Ну, может, градусов 23, может так. А, то есть, у вас есть 23 минус? Ну, а мы же во Фориде, у нас же, мы на юге живем. Конечно, у нас же нет зимы, так, в принципе. Нет, у нас снега у нас не бывает. Понятно. Ну, Крюс, а у нас вот минус один где-то, главное. Ну, да, я знаю, да. Послушайте, а скажите мне, а вот вы в рулетке сидите, скажите, вот вам вообще везет вот на собеседников здесь? На собеседников? А вот я впервые беседую, вот мне вот сын сейчас поставил эту систему. Да я смотрю, полиция вообще не уважается. Беседую в чате, вот в таком, вот впервые сегодня, вот минут 15 назад я беседую и встретил вот уже с Америкой почему-то. Ну, вот видите, как хорошо. Ну, я хочу пожелать вам удачи в этом поприще, на этом поприще, в рулетке. Ваши плени в рулетке. Ладно, удачи, приезжайте в Рыганс, приезжайте в страну. Как вас зовут? Юрий? Фу, а вот представляете, как вот, а вы говорите, вы старый. Я старая, у меня уже памяти нет. Да, вы забыли, где я живу и как меня зовут. Вообще тут же, понимаете, вот так. Да, вы жили в Рыбинске, а сейчас живете в городе? Дилэнд. Дилэнд, даже, почти что Диснейленд. Ну, кстати, я рядом с Диснейлендом живу. Я живу около города Орландо, где все эти парки находятся, все эти диснеевские парки и все такое. Ну, дорогое удовольствие жить в Америке, правда? Да. Ну, вы знаете, все зависит от того, сколько вы получаете, и даже не только сколько вы получаете, а от того, какие у вас счета. То есть, бывает, что люди получают по 20 тысяч долларов в месяц, а счета у них на 19 тысяч. Поэтому все зависит от того, как вы распределяете свою зарплату с покупками. Потому что очень много хочется, наверное, купить, да? И многие не отказывают себе ни в чем. И тогда, получается, дорого. Ну, понятно. А нас пугает Америка, и вас-то не пугает? Тоже пугает. Конечно, мы все друг другом запуганы здесь. Что вы, что мы. Запуган? Да. Да нет, я-то как бы так спокойно отношусь. То есть, пока сам не увижу, я вам не поверю. Я тоже спокойно абсолютно отношусь. Ну, знаете, кто-то деньги зарабатывает наверху, а мы внизу все нормальные люди. Ну, понятно. А у вас, как бы, имеется вид на жительство, да? Наверное, уже. У меня гражданство, да. А, уже гражданство. Ой, так вы поэтому такая веселая. Гражданство у вас есть. Риэлтором работаете. Наверное, есть перспективы. Ну, и проблем никаких нет в жизни. Вся... Вы знаете... Вы счастлива просто до небес, никаких проблем. Да нет, конечно, все так же, как и у всех. Такие же и проблемы, и все есть. И абсолютно... Поэтому, счастливы только дураки. Что дать-то? Таблетку, таблетку. А какую? Любую, любую. А вы вот спросили об общении. Какие-то проблемы у вас? Вы спросили такой вопрос. Как вы общаетесь? Легко ли общаетесь? В рулетке-то в этой? Да. Ну, потому что я слышу от многих, что в рулетке очень много таких вот плохих дядечек, которые показывают нехорошие места. Ну, да, да. А тут вот мне сказал, сын, что нехорошие бывают эти моменты такие. Даже можно сказать, что не то, что нехорошие моменты бывают, а здесь хорошие моменты бывают, все остальное здесь нехорошее. вот так можно сказать хорошие моменты здесь бывают кроме работы хобби какой-то имейте юрий да у меня есть хобби какое у меня хобби у меня хобби я люблю вязать допустим я люблю делать видео очень люблю вот что еще у меня ну так хобби знаете в америке это очень много достаточно да нет не только для америке просто вы знаете когда человек наверное может быть на разном пути своего своего возраста разные хобби понимаете то есть раньше у меня одно было хобби сейчас другое поэтому сын большой у вас да у меня сына 32 года он живет другом штате с вами сын и вы наверно еще кто-то муж тоже здесь в америке американец да у меня муж американец вот поэтому нужно было начинать вот с чего да понятно конечно когда муж американец милом и тут нужно радоваться из-за сына и замужа из-за себя но смотрите может сын у меня американец у меня сын у меня говорю ну сын допустим он он все сам да он он пошел служить в армии здесь он отслужил пять лет потом после того как он в армии отслужил ему государство заплатила за все на все его дюкейшн то за все его образование за очень высокая да сейчас он работа с вашингтон и дисси то есть он сейчас но он все сам он как бы американец у совершенно не при чем я тоже сама зарабатываю не то что там я американцев и сидела на шее нет я он душ наверно давно у вас выгнала если бы вы на шее сидели но мы на шее не любим сидеть знаете мы же любим работать мы любим все сами сами поэтому я как то то есть жизнь удалась да посмотрим еще как бы жизнь не закончилась поэтому не знаю но как бы нормально все потому что все равно в жизни же были всякие моменты и внизу и наверху поэтому у вас там не штормит вот нам говорят в америке там где-то там надо пожар в калифорнии да мы вот если вот смотрите на америку да вот тут калифорния тут вот флорида то есть это вот как вот допустим сахалины и вы да то есть и мы во флориде во флорида она такая как знаете как такая аппендицит такой а флориду лет 10 назад заливали ну вот она мыт водой поэтому у нас ураганы каждый год то есть у нас ураганы каждый год у нас начинается ураганное допустим время она где-то начинается с лета и заканчивается где-то вот сейчас на ноябре да вот мы с мужем хотели поехать в латвию и купили билеты и все и вот в тот день когда мы даже были вылетать наш пошел ураган и нам все отменили но мы как бы через месяц только полетели в латвию то есть урагана у нас все время но боимся ли мы урагана нет мы не боимся потому что у нас во первых в флориде дома все-таки в основном бетонные то есть они сделаны из блоков они рассчитаны на ураганы во вторых наверное все таки лучше бы больше надо бояться людей и войны чем какие-то ураганы потому что ураган об урагане предупреждает где-то недели за неделю то есть у всех есть возможность уехать улететь если уже такой какой-то большой ураган поэтому ну честно говоря какая у вас проблема основная в америке самая основная проблема это медицина это правда абсолютная правда это медицина у каждого человека в америке очень большие счета для того чтобы пойти к врачу я не говорю есть такой на такие люди которые работают на каких-то работах у них там очень хорошая страховка например государственной работы они считаются очень такими выгодными но в основном вот люди постоянно они вот мы допустим за страховку за свое платье где-то 1200 в месяц в месяц то есть это очень много причем если ты идешь к врачу то есть равно ты платишь за его прием да что-то платье страховка что-то ты и конечно никто никогда в жизни не сможет вызвать к себе врача на дом как у вас если приедет к нам скоро помочь что мы будем рассчитываться пол жизни за этот счет вот то есть все это вот вот это очень большой минус в америке на котором именно зарабатывать врачи америка медицина в америке сделано не для тех кто болит а для тех кто зарабатывает и поэтому это вот очень очень плохо в этом смысле барак обама по моему пытался что-то сделать с этими со страховкой нет ошибаюсь что-то какую-то реформу провести вроде пытались но что-то пытались что-то делали у кого-то есть это обама кир но она не всем подходит она подходит когда у человека очень-очень-очень низкий доход то есть мало кто под нее вообще подходит даже понимаете и причем если у тебя слишком низкий ты не подходишь если слишком высокий ты не подходишь ты должен быть на какой-то середине но в общем там тоже очень все сложное так ну это были ты не везде не выгодно как бы в россии тем более у вас у вас может быть даже дороже обходится конечно а вот смотрите допустим допустим вы приехали в америку и там женой да и жена ваша будет рожать вот в оба работаете да ну хорошо не вы ну там ваш сын но неважно я про молодых говорю кто вот детей собирается иметь вот вы приехали в америку вы оба работаете на очень хороших работах да и ваша жена ну вот забеременела будут рожать вот я вам хочу сказать ваша жена будет работать до последнего дня во первых тут нет такого что в декрет 7 месяцев во вторых когда она родит ей в 6 недель нужно выйти на работу или она ее потеряет то есть в 6 недель даже не в 6 месяцев то есть и на найти с кем кто чтобы кто-то посидел с ребенком что это обойдется еще дороже чем она заработает но для того чтобы не терять работу и надо что-то сделать для того чтобы выйти на работу и это тоже очень очень плохо вот при том америка страна которая кричит мы любим детей но женщина идет на работу 6 недель и непонятно кто кормит ребенка грудью потому что она на работе сидит целый день вот такие вот моменты такие моменты очень стыдно для страны которая кричит что она номер один по моему ну как то я так вот понятно проблема а муж у вас кем-то работа может данный момент он полу как говорится уже собирается на пенсию мужа у меня 62 года вот мне 52 ему 62 ну да он механик он работал но с машинами у вас нет такого понятия пенсия пенсия предусмотрена при пенсия предусмотрена те кто работает на государственных работах те кто не работает у них есть social security social security он очень мало платить пособие наверное пособие больше что ты откладываешь как с тебя забирает каждый чп и чек на этот social security ну вот допустим пример что мне social security будет платить может где-то 700 может 800 долларов в месяц вот представьте себе если я с такими деньгами я в кострому то я хорошо буду жить да конечно но когда был моряком я получал восемь четвертом году по тем деньгам очень большие деньги был простым мотористом 700 рублей я получил ну а допустим а что я хотела сказать то что то я хотел про пенсию про пенсию но вот если допустим и сравнили сравним если мы сравним наши цены то сколько у вас стоит хлеб в россии хлеб она стоит где-то порядка 30 рублей а у нас он стоит 5 долларов 5 долларов это 300 у нас курс сейчас 1 дома 70 рублей не 70 вру 65 рублей 60 это 300 долларов 300 рублей она стоит просто хлеб буханка хлеба но поэтому я вам говорю что цены то совершенно другие ну да там нет не сравниматься у вас заработок достаточный как бы вы считаетесь средний класс я нет заработка понимаете у меня нет заработка я риэлтор а риэлтор получает только тогда когда он продаст дом вот на сделку конечно вы можете продать два дома за месяц а можете потом полгода сидите ничего не продать чего вот я сейчас настоящее время тоже стрельба сериал там работаю продаю квартиру в костерме ну а кто ему платит зарплату и может никто не платит зарплату ну да да он от сделки конечно кстати кстати сын говорит пойду в риэлтором работать юридическое образование меня два сына один сын следователь другой шикарные сыновья у вас ну по вам видно что вы такой хороший человек очень а я тоже бывший следователь я служил 27 лет в мвд подполковник юстиции вау так вот вы тут меня значит спрашивайте и там и там привычка расспрашивать людей не допрашивать и расспрашивать сейчас я уже работаю с ветеранами мвд возглавляю ветеранскую организацию в костроме мвд россии по костромской области а как у вас сыновей звать дмитрий александр у меня у меня сына зовут артем а отчество ему юрьевич да как ваши ваши юридичи тоже ну как бы сын у вас не женат да нет еще не женат вот у меня тоже одному сыну 28 лет другому 23 года не женат и не собирается мы правильно но у меня у сына есть тоже сын мой внук да ну вот они не живут но это уже другая история прекрасно юрий очень приятно было вообще пообщаться на самом деле отлично вам удачи давайте еще хоть анекдот какой-нибудь мне напоследок сейчас вспомню час пока вспоминаю сразу ты не вспомнишь я кстати люблю анекдоты слушать и смеюсь и сразу же забывай вот по молодости допустим анекдотов была целая голова я могла их рассказывать без остановки а сейчас не помню ничего вспомню а как на вас выйти еще раз наверное не выдержать вы пощелкайте может выйти я только еще там бывает кстати сейчас у тебя щелкаю щелкаю и где-то раза три выходил опять на одно и то же не то в америке да ну вот видите ладно успехов ваш вашей семье вашему мужу чего анекдота так и не дождемся а вот вспоминаю сразу ты не вспомнишь если если час вспомню сейчас расскажу вы пока что-нибудь рассказывать а вы кстати как казачьи песни относитесь вы поете я с удовольствием послушаю я пою но я как бы пою в ансамбле казачьи песни ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск омвд россии да вы что спойте нам что-нибудь не надо а вы кстати в одноклассниках не можете попасть в на мой на мой я могу сказать свое имя и фамилию в однокласснике вас есть такой сайт да есть есть скажите я запишу хорошо я запомню запишите запишите даже выходите и я вам там спою не на сейчас то я хочу чтоб сейчас моя девочка сразу то так и без аккомпанемента ты не спою вот как раз это и ценно цена да ну вот сейчас вот мне подносит гитару гитару я сейчас ну как бы попробую спеть на гитаре сейчас вот держит у меня жена держит телефон а жену то покажите мне тоже хочу посмотреть альбина как развернись развернись здравствуйте какая приятная женщина четко как приятно вот послушаем что же вам спеть то какой-нибудь народную такую вот я люблю очень народные песни там народу я не смогу я только такие нет недавно научился на час подождите ну мурку значит ПЕСНЯ ПЕСНЯ Волнуюсь! Какая песня? Кто её поёт? Напомните мне, я ведь её знаю, эта песня. Я в весеннем лесу. Это песню поёт Акуджава. Акуджава, да. Да, Акуджава. Сейчас подождите, может всё... Ой, как прям, у меня аж мурашки пошли, такая песня вообще. Я в весеннем лесу, я в весеннем лесу. Сейчас сразу покажу. Сейчас пою песню Высоцкого постараюсь. Называется «Истопи ты мне баньку по-белому». Так. Истопи ты мне баньку по-белому, Я до белого свету твой. Угорю я, и мне угорела мух. Вам горячий развяжет язык. Слова-то сразу и не вспомнишь. Волнуюсь как. Ну ничего, очень приятно всё равно. Я Высоцкого тоже очень люблю. Вот эта песня мне очень нравится у него. «Я тебя украду». Помните такую песню у него? Помню, помню. Помню, помню. Но ещё не умею играть. Ладно, выдержки из песен тогда буду петь. «Он героев двух времён Не осталось порой имён Тех, кто приняли трудный бой Нет, сейчас ещё раз. «Он героев двух времён Не осталось порой имён Тех, кто приняли смертный бой Стали просто землёй и травой» Следующая песня. Но всё равно я очень благодарна Вам. Спасибо Вам большое. Это очень приятно на самом деле. Очень приятно. И Вы вообще приятные люди очень. Потому что Вы Костромские. Вы наши. Земляки. Земляки. А я вообще родился в древнем городе. Вы, наверное, его должны знать. Город Галичка Старомской области. Древний город. Я слышала, но я не знаю его. Просто не была там в Галичке. А вот посмотрите в интернете. Советую этому городу. В этом году исполнилось 860 лет. Я был на своей родине. Мы как раз с этим ансамблем казачьей песни там выступали, пели песни на большой сцене в городе Галичке. А Альбина у Вас тоже поёт? Кто? А Альбина танцует. Она профессиональный танцор. Умеете. Могёте просто. Ну, может, танцевать мы её не будем просить, конечно. Она сам не радуга. Она танцевала и очень хорошо танцует. Ну, сейчас уже не танцует. Оттанцевалась. Говорит, толстая стала. Ну, ладно, хоть вам не наговаривайте никогда на себя. Это не надо. Ну, ладно, спасибо вам. Не знал, что я бы подготовился. Мы, может, ещё встретимся сейчас. Не знал, что придётся выступать. Ладно, может, казачью всё-таки с песню, но без аккомпланемента, правда. Что-то я вас уже не вижу. Вы как-то там уже совсем скрылись. Сейчас я спою песню, называется... Сейчас спою, подождите, подождите, подождите. Я что-то вас там не вижу уже. Вы как-то скрылись со всеми. Когда мы были на войне, Там каждый думал о своей любимой алиажане. Там каждый думал о своей любимой алиажане. И я, конечно, думать мог, И я, конечно, думать мог, Когда на трубочку глядел На голубой её дымок. Когда на трубочку глядел На голубой её дымок. И вот так далее. Супер! Ладно, привет! Всё! Юрий и Альбина, хорошего вам вечера! Спасибо вам! Спасибо! Счастливо! Ура! Разъедание! Видите, какие люди хорошие? Ура! 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 не говори мне я из россии я люблю россию не надо тут меня заливать я очень люблю россию за что ну как за что за их и за ее людей так вот можно сказать а подождите вы в америке жили а брат сколько здесь живет лет и 2 нравится ему очень правда в каком штате так интересно я могу узнать подожди так брат родной или не родной я живу что в штате флорида майами рядом майами рядом ну как четыре часа мне ехать домой нож три может ничего там крутого нет вообще ничего крутого там нет а что там крутого должно быть там просто есть south beach где там какие-то кафе 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 и есть район сани айлс где там живут богатые люди все остальное там бомжатник как и очень часто где в америке можно встретить самый настоящий бомжатник то есть чтобы хорошо там жить нужно быть очень богатым а богатые не все вот все далеко не все я-то петербурге ой господи до петербурге да я бы с удовольствием жила в петербурге на такая красота в принципе логично да перестаньте неужели в америке нет вообще нету мы как деревня живем здесь если не жить в мегаполисе а мегаполисов я не знаю в америке может штук шесть все остальное деревня вы из питера приедете и скажете вообще что это куда это люди в пижамах ходят о чем вы говорите да 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 это жестко и даже радуйтесь что вы там живете люди все модные все я не знаю я разговариваю с россия не говорят господи на что ты носишь вообще сейчас уже давно это не модно модно вот это модно вот это они все всегда все знают а мы как эти тут сидим такие вот не поэтому я вам хочу сказать если вы приедете из питера но если вы приедете в нью-йорк может быть там или там я не знаю куда там чикаго но если вы приедете допустим во флориду это деревня вы знаете чего я была в москве вот я мужа своего свезла три года назад и мы в москву поехали да он обалдел он сказал это вообще это такая красота а может американец у вас да он тоже он из нью-йорка вы вы но россиянка из украины да и россиянка на вы как давно 18 лет а вы кто по национальности для меня нет значения кто ты по национальности и я дагестане дагестанец а где живете в какого в питере вы представляете у меня что-то с памятью я человека спрашиваю где живете он мне отвечает и я потом спрашивает через пять минут где вы живете нас одиннадцатого года здесь петербурга ну вот а я с 2002 здесь английский знаете в школе даже немецкий но вот если вы приедете в америку жить что вы будете делать без английского ай-дон-к-но если вы даже это просто в этом про жизни не поверьте повеситесь вот так скажете на что посмотреть нормально посмотреть можно съездить но все остальное в канаде так там в канаде я была только один раз это проезда можно сказать потому что ездил на ниагарский водопад и не было можно сказать там но говорят в канаде лучше потому что в канаде во первых страховка там дается такая социальная как у нас в россии да и в канаде больше канада больше на европу похоже то есть европа она же красивая вот в америке нет такой красоты как европе а вот канада она похожа на европу это то что я слышала я не могу судить но в канаду тоже говорят едут с россии люди там устраиваются работают да я вот понимаете вот в чем дело в чем не это россия надоело вы женаты вы женаты скажите вы женаты да у меня жена у меня делать а если жена надоест чего делать ну вместе же хотим как не вы говорите россии надоело гулять только жена надоест менять нет я знаю это так я просто шуткой сказал она я просто говорю что вот если вы приедете жить я из питера в америку мне не знаю понравится ли вам вот не знаю ну это не право в америку я же говорю за границу ход в азербайджан куда-нибудь хочу только с россии ну а отдыхать то сейчас все ездят у вас там и в египет ездят и в турцию ездят в италии в испании я очень хочу у меня муж американец он очень хочет грузию грузии там такая он он хочет еду и грузинского джорджа и народу очень хочу я это у меня как в списке желаемых таких стран обязательно поедем там такой эмоциональный народ ну прям как в этом фильме лариса ивановна хочу и все четко они твой весь разговор твою маму они вот такие вот такие эмоции сейчас думаешь подерутся смотришь короче а там бич от обняли интересные здорово хорошего вам дня я спрашивала как вас зовут зовут так как магомед магомед а меня наталья очень приятно очень приятно до свидания хорошего вечера счастлива всего доброго до свидания сегодня мне везет что это было а что вы пьете какая у вас борода клёвая вообще а зовут как вас еще раз на меня звать жан-клод ван дам терминату да я представляю это долго надо отрастить такую бороду никак нормально как вы вот вы где сейчас находитесь у вас москве москве а почему в куртке это вы дома нет вообще а ну вот поэтому на у вас погода там нормально но у нас тогда у нас 20 градусов уже 23 ну а правда похолодало сейчас но это очень хорошо это но давайте 18 лет и уже на английском полностью разговариваете 18 лет то конечно не то что я там идеально говорю по-английски этого не будет конечно я же не с детства учу но нормально на уровне того что я могу найти любую работу а как вас зовут руслан руслан очень приятно вот я конечно по бороде вот я сейчас не могу определить сколько вам лет вот скажите я молодой чем ну сколько лет то 27 это вот такой уже у вас волоса волосатой такая уже ничего себе да это вообще конечно круто я не думаю что это каждый парень может такой бороду отрастить не мешает она вам нет привык уже вообще не мешает женатый жена нормально да тоже к бороде к такой до заплетает скажи а если вот ты кушаешь что-то капает на бороду капает то тебе приходится идти умы я очень аккуратно кушаю ни разу ничего не капнуло на бороду хорошо если капает что ты делаешь как ты сразу пойдешь мыть или что так здорово вообще класс и так будет каждый раз ну ладно очень приятно мы с вами пообщаться до свидания вот так вот такой вот парень такой вот бородой дальше вини-пух голыми руками не возьмешь подвалит не говоришь по-русски говорю слушай так выглядишь клево на самом деле такой красивый да очень красивый сколько ли а ойгуре сколько как тебя зовут меня як як и тебя еще и звать як ночи офигеть меня поэтому я просто в кофточке в принципе логично а в каком городе ты як находишься я в москве в москве слушай ты байкер наверно ну что чем занимаешься но чем-то занимаешься интересным расскажи мне ну на данный момент с тобой разговариваю слушай кресло мне у тебя нравится кресло такое классное кресло да как будто знаешь от автомобиля ну это от моего автомобиля единственное классно что осталось от меня это кресло это какой был автомобиль тоже нельзя спрашивать бухгатти ирон конечно как шучу конечно ну обманываешь меня сидишь я должна тебя ну нет не обманывай шучу я же сказал что я шучу ну я не знаю ну ты откуда Наталья вот смотри ты узнал откуда я про себя ничего не сказал а хорошо так ты ж меня не спрашиваешь я из Флориды а в Флориде все это да я живу в Флориде в городе Диленд находится это в центральной Флориде рядом с Орландой если знаешь город Орландо да откуда я в Америке не был ну хорошо Орландо это там где находятся вот эти все парки там диснеевские там ну все ааа примерно но я живу не у парков но вот на этой полосе как говорится ясно и давно ты я приехал сюда 18 лет назад в 2002 году это сколько 17 получается вот и сижу думаю поболтаю с кем-нибудь а тут такой вот прям скучаю скучаю молодой человек слушай а ты откуда ну я имею ввиду ну вот смотри я сейчас тебе скажу свой город название вот интересно знаешь ты или нет город где-то примерно 300 километров от Москвы город Рыбинск Рыбинск нет в Рыбинске не было ни разу но знаю что город такой есть но это Ярославская область Ярославль знаешь наверное не ну Ярославль в Ярославле кстати говоря был вот а может и в Рыбинске даже очень многие почему-то знают Ярославль не знает Рыбинск поэтому я иногда говорю я не знаю город Рыбинск ну слышал название по крайней мере да ну и все тогда тогда хорошо потому что многие москвичи говорят даже и название не знают ясненько а ты сама упетляла туда на так или родители там увезли нет нет не родители я замуж вышла за американцев ясненько ясненько ну надеюсь все нормально да все нормально а вот смотри ты в Америке никогда не был ну наверняка был в Турции в Египте все вот сейчас ездят да вот во всех вот эти страны я потому что я ни разу не была я ни разу не была нигде кроме Америки представляешь скажу тебе так вот как на духу то что ты не была в Турции ты не потеряла а говорят там хорошо там говорят все организованный отдых да это тебе наговорят знаешь там делают а я вот видишь вот так вот поездом как говорится Рыбинск Америка и все и больше нигде не было потому что в 2002 году только тогда ездить начали поездом там ну это я так шучу да вот и короче говоря тогда еще когда я уезжала начали только еще ездить вот во всем этим Турциям да и как-то я так все это пропустила и нигде не было я не понял ну очень интересно ага вот не ну ездить начали немного раньше ну может быть из Москвы в годах в 98х там будет из Москвы это это не из Рыбинска а ну может быть да здесь я с тобой спорить скажи Ака ты москвич? да родился и вырос да ты что ведь это же очень редко можно встретить человека который родился и вырос в Москве почему? ну потому что все время обычно приезжие потому что нет приезжих в Москве конечно большинство но нет москвичи еще есть они остались так я и говорю еще есть остались поэтому и редкость Многие, конечно, уехали от этого шалмана, от этого бедлана, который творится в Москве Перенасыщение народом и вот эта суета московская Многие москвичи просто уехали за город Скажи мне, ты далеко живёшь? Я не знаю Москву очень хорошо, но вот я могу задать такой вопрос А ты же далеко живёшь от Красной площади? Ну, где-то примерно километров 18 Ну, это вообще очень близко Хотя, да, ещё поменьше, наверное, километров 15 Это очень близко Вот, представляешь, 18 километров, это получается, ну, примерно, там, 10 миль Это вообще, это сосед просто, вот, мне кажется, даже пешком можно дойти Нет, пешком далеко, ладно У меня имею в виду, что, смотри, у меня, допустим, от меня, вот, чтобы мне в магазин доехать, хлеба купить, да, у меня 3 мили Это примерно где-то 5 километров, да То есть для нас, вот, просто за хлебом съездить, вот такое, да То есть у нас нет... 5 километров? Да, у нас нет такого, чтобы ты пошёл в магазин пешком То есть здесь всё надо на машине, абсолютно всё То есть куда бы ты ни пошёл, у тебя всё надо на машине Поэтому для меня вот эти вот 18 километров, это... Вот смотри, для примера Я, допустим, жила в Диленде, а работала в городе, и сейчас тебе скажу, 45 миль 45 миль, это где-то 70 километров, я ездила в одну сторону и в обратную 70 На работу Да, и это нормально, это очень быстро, потому что у нас как бы тут хайвей, и, ну, я ездила, это, может быть, ну, за 40 минут 40 минут это у меня на работу Не, ну, здесь, смотри, ну, это тоже имеет значение, километражно это понятно, потому что это не очень хорошо, но то, что можно доехать быстро У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь Да Ну, потому что в Москве, например, ты 70 километров, вот эти, ты будешь ехать полдня Да, ну, это мегаполис, да, в мегаполисах, наверное, то же самое, да, в мегаполисах везде одно и то же, да Особенно в пик, час пик Как это тогда? Як А у тебя есть дети? Да Да, сын? Дочь А, дочь Я почему-то сына представила такого с гитарой, не знаю почему Ну, кстати говоря, правильно представил, но только дочь Ну, а ты музыкант? Нет Нет? Серьезно Мотоцикл есть? Нету? Есть, конечно Есть То есть, а у вас, допустим, в Москве устраивают такие дни байкерские, что все мотоциклы... Естественно, открытие сезона, закрытие сезона, какие-то фестивали там... Ну, фестивали, конечно, выездные Ты ездишь? Ну, нет Не посещаешь такого? Я уже старенький летел Да ладно тебе, сколько лет-то старенький? Ну, 45 А мне 52 Что-то мне не стыдно вообще говорить-то так Да, ну нет, ну там уже молодежь там зависает Ну, вот, а у нас, допустим, у нас в Дайтона Бич, каждый год они делают байкерские Ну, там, разный возраст, там такие и юристы, и доктора, и все бородатые всякие приезжают Это все есть, ну, мне, например, ну, не то, что не интересно, ну, я не знаю, ну, не хочется мне, потому что... Когда приглашают очень много... Слушай, а у тебя наушники, ты сейчас меня через наушники слушаешь, да? Хорошо через наушники слышно? Не очень, микрофончик у тебя, конечно, можно было поставить поближе чуть-чуть Так я-то не через наушники, я вот со встроенным микрофоном, потому что... Ну, ладно, Як, очень приятно было пообщаться, на самом деле Да, Наташенька, мне тоже очень приятно Очень колоритный, молодой человек Заходи к нам, дорогая, но только я не знаю, понравится наш контент или нет Потому что здесь... Какой контент? Где контент? Решек, ну, ловим, грубо говоря, долбоебов здесь Слушай, ну, на самом деле, хоть... Но на канал в любом случае зайти, может быть, может быть, что-то там веселенькое для себя На какой канал, скажи? Як на Хуторе 2 Это где, на Ютьюбе, что ли? Да-да-да Так Это где, на Ютьюбе, что ли? Да-да-да Так Да, по-русски, конечно Хорошо, я обязательно посмотрю Там есть несколько роликов, так что... Ну, я не знаю, понравится тебе или нет Ну, в любом случае зайди Понравится, значит, останешься с нами Не понравится, значит... Ну, нахер Отец! Ну, ты видел? Так что делаете-то там, поете? Нет Тряпки ждем, смеемся Не, ну, правда Ну, зайди, подсмотришь Зайди, Наташа Объяснять долго А проще зайти, посмотреть и решить для себя А сколько подписчиков у вас на канале? Нужно тебе это или нет? А? Сколько подписчиков на канале? Ну, заодно там увидишь С удовольствием, мне очень даже интересно Давай, Наташенька Все, давай Поцелучек тебе из Москвы, дорогая Я тоже поцелучек тебе я пошлю Потому что тут очень редко кому можно его послать Давай, я сейчас Ты видишь, как мы с тобой раз и опять встретились Да вообще это удивительно А ты заходи все-таки в Одноклассники Зайду, зайду Да, я там буду однозначно Там много интересных фотографий, видишь Мою жизнь, мою работу Хорошо Хорошо Я сейчас, кстати, побеседовал с одним Тоже с американским Ну, он, вернее, уже в Америке 30 лет живет Ну, довольно-таки молодой На Большогрузии работают Тоже интересно такие вещи рассказывают Я говорю, вот сейчас, говорю Девушки, говорю, земляшки Практически, говорю Пытался спеть что-то Ну, прикольно Я, говорит, тоже играю на гитаре А что он рассказал интересное-то хоть про Америку? Да он про свою жизнь Он из Винницы сам Из Украины, говорит 11 человек в семье 5 человек на Украине родились А 6, говорит, уже в Америке Я говорю, ну, нормально Ну, так, спросил его Как раз разговор зашел о полиции Ну, я спросил, как там у вас, говорю Беспокойная обстановка Он говорит, да Говорит, жена плачет Говорит, давай, говорит, уедем из этого штата Забыл, как, подожди, город он мне назвал Ой, они где-то посередине где-то вот живут Там между... Может, Иллинойс? Иллинойс, нет? Говорит, был город Не запомнил Не запомнил Говорит, надо уезжать Ну, пока, говорит, пока решили, говорит, остаться Не поедем Куда? Полиция, говорит, строго Говорит, взятки-то берут Он, говорит, да ты что, говорит, попробуй только дать Что? Говорит, посадят, говорит, сразу же Мгновенно Вы же знаете, говорю У нас вообще так Ну, конечно, говорю, тоже сейчас строго с этим Потому что все сотрудники полиции обязаны иметь при себе видеокамер А я этому, там еще, ну, не этому, не из Америки, парню, а из России Рассказал анекдот, вот, что тебе рассказывал про пофигистов Он посадился, говорит, кто-то не для тебя Я понял, говорю, больше не буду рассказывать Ну, ладно, значит, это А почему не спим еще? День же, день у вас Не спим, у нас-то, конечно У нас даже четырех нет часов Да, у вас Да А, кстати, как рабочий день-то вообще строится? Когда сделка или как там, вот у тебя Когда как Когда как хочешь, так и строишь в свой рабочий день Клиенты есть, пошел показывать Нет клиентов, сидишь дома А, кстати, у вас, вот, ты говоришь, риелтор, да? А какие дома-то строят? Большие? Разные Многоэтажные? Не, многоэтажек нет почти во Флориде Только если в центре города А так, когда одноэтажные или двухэтажные? А вообще, квартиры, как они? Ну, естественно, по-другому, да? Не то, что у нас постройка Там, ну, девятиэтажек, представляешь, да? Там по-другому совершаются? Ну да, конечно Нет, другое по-другому, да Везде все тут по-другому Все по-другому А даже, вот у вас ведь Я знаю, что жилье очень дорогое в Америке А даже есть те люди, которые покупают жилье у вас У нас все покупают жилье У нас же не покупают за наличку У нас берут свою ипотеку в кредит А кредит маленький На 3%, на 4% И люди выплачивают А в чем разница? Если вы будете снимать или покупать Все равно платите в любом случае, правильно? Так лучше платить за что-то свое? Ну, шприцинно дорогая, да Ну, болеть невыгодно Невыгодно болеть везде А жилье ведь тоже дорогое удовольствие Нет, ну так разное жилье бывает Разное Так же все, как везде Все зависит от района Все зависит от много критериев Дорогое или дешевое Поэтому А, кстати, природа как у вас рядом что-то Ну, водоем какой-то рядом есть Да, 30 минут от нас океан А, вообще Ну, там Круглогодичное или не круглогодичное Судя по этим По расположению Купается в этом океане Да, купается почти круглый год Почти круглый год Вы знаете, Атлантический океан Обычно очень теплый всегда Особенно здесь у нас Ага Ну, как бы Все равно там Все равно интерес Не знаю Я не знаю, что интереснее, не интереснее Не знаю Ладно, Юрий Ну, хорошо Все, а то вы меня опять начинаете допрашивать Ладно, давай А то опять меня начинаешь До встречи еще раз встретимся обязательно Заходи в Одноклассник А то опять меня допрашивать начинаешь Плохо связь доходит Ну, счастливо Ну, счастливо Давай Работит Супер вообще Подожди, ну ты ведь не в СССР сделан Или в СССР Я сделал в 92-м году Ну, в СССР это уже почти не было Уже его и не было Да, да, да Ну, мы десантники, ребята Такие Помнящие свою страну Конечно, конечно Классно Любящие свою страну Обязательно надо любить свою страну Тем более Обязательно надо любить свою страну Есть чем гордиться Конечно Конечно Есть чем гордиться В ОМВДВ Классно Как Вот у вас Какая у вас молодежь На нашу похожа Молодежь или нет Вот мне 27 лет Вот мне 27 лет Я еще молодой Так А только чем? Я не знаю, чем Мне кажется, молодежь Она везде одинаковая Также ругается матом Также не ругается Кто-то Пьет пиво Кто-то занимается спортом Знаешь, ну все по-разному Кто-то что выбирает ведь Поэтому Также есть ночные клубы Также есть девчонки Ну, я не знаю Мне кажется, все то же самое Просто Они говорят на английском А вы по-русски Все А мы говорим на русском Да С матом таким смачным Ну, так и кто так же с матом ругается Который Дядь, язык не славится Как наш язык Ну да Нет, мат-то у нас, конечно, ядреный Это точно Ну, так же матом ругается и здесь Да Ясно Ну, у вас и зарплаты другие Там, я знаю У нас зарплаты другие Но у нас и цены другие Ну и налоги, конечно И налоги тоже другие Да, это точно Поэтому Не знаешь А в каком городе вы? В Москве О, в Москве Москва классная Москва Москва Это слякоть, грязь И постоянная вечная стройка Да ладно Не, ну если приезжать Если приезжать как туристы Гулять там по центрам То, конечно Все замечательно Так, это везде Это везде Так же Если ты в Америку приедешь Поедешь в Нью-Йорк Там та красота Все остальное деревня Поэтому То же самое Ну Я по-другому представлял Что там по-другому Не, ну как же Смотрите Америка Может в себе Имеет какие-то там Я не знаю Шесть мегаполисов Там Чикаго Нью-Йорк Там, да И там Лос-Анджелес Какие там еще есть мегаполисы Уж я не помню Вашингтон, Диси Все остальное деревня Самая настоящая деревня В которой вообще ничего нет То есть Слово архитектура Я думаю Что к Америке Даже применить нельзя Потому что на самом деле Во-первых Она молодая Сколько Америки Лет 200 всего Вот Поэтому Ну люди здесь такие Знаешь Опять же Есть хорошие Есть плохие Есть Всякие Ну я вот Одно Одно Никогда не продам Это Я пожил в Сибири 8 лет В Кемеровской области И Тайгу Именно зимой Когда я приезжал Зимой На дачу Это Правда Не сравнить И И степи Ставропольского Края своего родного Где Просто Выходишь ночью И просто Ни одна машина Не ездит И просто Тишина Выходишь После Москвы Когда я приезжал Взрослый Здесь шум Постоянно Что-то шумишет Ну конечно Я приезжал Я приезжал Ставропольский Края Такая тишина Ухо режет Просто Тишина А ночью А ночью Звезды Да И очень много Звезд В Москве Их просто Нет То есть Ты родился В Ставропольском Крае Ты родился В Ставропольском Крае А как зовут Тебя Иван Иван Вообще А имя то Какое Блин Вот настоящий Русский Иван Сидит Меня Наташа Зовут Очень приятно Какое имя Вообще Обалденная Ванюша Вот такие вот дела Вот русские Такие ребята Есть Да Вообще Есть Ну я смотрю Вот сейчас Рулетки листаю Так молодежь Такие быки Все просто Не с кем поговорить Даже нормально Да Я с тобой Согласна Конечно Но это Понимаешь Это не вся молодежь И это на молодежь Нельзя равнять Потому что Всякая Разная Молодежь Есть Есть Глупыши Конечно Ну что делать Ну мы такие Обычные ребята С глубинки Короче В Москве Перебрали Кстати Вот сам Это классные Ребята Те кто Из глубинки Самые адекватные Самые адекватные Самые добрые Которые Не предадут Которые То есть Я сама Вот я из Рыбинска Я не знаю Знаешь Что Рыбинск Или нет Город Слышал Я из Рыбинска Я Там в Рыбинске Три года Я работала Дояркой Допустим Да Вот я Да Я доярка То есть И я просто знаю Насколько Вот Вот эти деревенские Люди Насколько они Классные Вообще Даже Вы знаешь Как люди иногда Говорят Ну деревня И вот Мне это не нравится Выражение Потому что Как-то Деревня сравнивается С чем-то таким Не очень хорошим На самом деле Самые-то лучшие люди Это там Я всегда им говорю Молоко пьете Хлеб едите Заглатывайте Не жуя Можно сказать Кто вам это все дает Это все дает вам Деревенские люди Поэтому Ну типа Непродвинутые Туда-сюда Обычно Знаешь Обычно Продвинутые Они так и не говорят Обычно Именно Ну я вам так скажу Честно Я живу в Москве Я деревенский У меня немного Ну меня не отличают Я не гэкаю Как в Ставропольске Гээ говорят Я не гэкаю Таких там Непричудливый Какой-то Ну я Не так ты Не должен В городе Прожил И многие говорят Они меня не видят Просто То что я деревенский Нет Ты не должен Ничем отличаться Многие городские Они не воспитаны Вообще Да Я по что и говорю Просто Было Намного больше Из городских Они реально Не воспитаны И как бы На них смотришь И как бы Очень стыдно Стыдно Становится Да Так и есть Так и есть Вот молодые люди Моего возраста Могут идти Ребенок идет рядом Он идет Матом ругается Там Мне не знаю Ну такие вещи Очень-очень Такие стремные Делают И как бы Я иду Если ребенок идет Чтобы я там Заорал Или что-то там Сказал Ну как бы Это святое Ну нельзя Ты знаешь Ну нет Просто Конечно Очень у многих Сейчас нет От этих ценностей Они не понимают Ценностей Вообще никаких Поэтому Это Ну к сожалению Нам их не при воспитать Главное Чтобы ты Не был таким Чтобы твоя семья И твои дети Были воспитаны Так как ты Вот Твой стержень Да Поэтому Это уже Будет хорошо Ну это все идет Из поколения В поколение Думаю У меня отец Не такой человек Он Как бы Суровый Он В Москве Был И был В Сибири И на северах И везде В Ставропольском Крае Живет В доме В своем Говорит Я манал Ваши Скворечники Московские Там не приезжал У меня Женатый был У меня ребенок Дочке Три года Он к нам В квартиру Приезжал Он говорит Я не хочу Ваших Скворечников Жить Мне это Не надо Я буду жить В своем доме У себя дома На Ставрополь Он уехал Ну Вот такой Отец Он суровый Да Суровый был Он научил Очень многому Как бы Я ничего не говорю Некоторых родителей Там А ну пусть Сделают Ну делает Ну значит Так надо Типа Там Позволяют У меня Отец Очень много Очень позволял За очень много За что Я в лицо Общий Получал Ну и хорошо Кстати Вот сейчас Ты знаешь Как стали Детей воспитывать Дети Допустим В Америке Ребенок Может родителям Сказать Если ты Можешь на меня Кричать Я полицию Вызову Они уже Настолько Они уже Знают Они на родителей Могут Полицию Вызвать Вот настолько Они наглые Они Им все позволено Не дай бог Ты на них Крикнешь То есть Я все это Прекрасно вижу Это вообще Не воспитание Не воспитание У меня Отец Говорил У меня в школе Лупили Я ничего не говорил Нормально Все было Говорит Ну и конечно У нас такого Уже не было Ну и тоже Могли прикрикнуть Все такое А сейчас Не ну конечно Может лупить Нельзя Там Бить детей Да Потому что Дети все таки Слабже Чем тот Кто бьет Но по крайней мере Воспитывать надо Там в угол Можно поставить Правильно Можно лишить Там чего-то Там на день Там каких-то Мультиков Но что-то Надо Рамки Рамки Какие-то Ставить По-любому Надо Либо Это все Ну Я не знаю Как все Все Дозволенность Она все равно Она плоха И безнаказанность Ванюша Ты такой клевый Мне очень приятно Было с тобой Пообщаться Очень Очень приятно Хорошего Вечера тебе Помните Что русский Еще есть Нормально Конечно Супер Давай Привет Привет А ты что В Америке живешь А я что Да По-моему Да С утра Была в Америке Да А что по-русски Разговариваешь А что Тут только По-русски Поживаете Ну что тебе Здравствуйте Здравствуйте Да ну нафиг В Америке Да это В России Где-то В деревне У меня Ближайшие Где-то Общаешься Ну Ну Конечно Ну как Ну Сэнки Веримайся Нафиг 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 Это Я хочу Передать Привет Мама Передаю тебе Большой Огромный Привет Ну извините А вы где Находитесь Там Баня Что-ли Что-то У вас Там Деревянное Да Мы Баню 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 Новосибирск Знаете Новосибирск Сибирь Город Да Вот Баню Баню Растопили Вот Печку Да Печка Топится А я Просто Мне Пацан Сказал Братишка Говорит Это Может С Америкой Поговорить Но я Деревянский Парень Просто Не знаю Поговори Конечно Поговори А Шо А Правда Ну А Я Просто В шоке Тут Холодно У нас 27 градусов Народа Брат Рассказал Что Это Можно Я В шоке Слушай Смотри Осторожно Здесь Нехорошие Штуки Дядечки Какие-то Показывает Смотри Осторожно Да Вы Что Офигеть Нет Это Меня Не смущает Но я Просто Горю Что Я В шоке Звезда В шоке У нас Там Тепло Наверное Да Тепло У нас 27 градусов Тепла А у вас Мороз А у нас 28 минусов Блин Посмотрите У нас Баня Замерзла Ну блин Потеряла Блин Потеряла Hello Hello Добрый вечер Добрый вечер Девочки Какие вы Хорошенькие Как две куколки Прямо Сидите Не говори Вот я Сама себе Задаю Вопрос Вот что Я здесь Делаю Вот что Вообще Не понимаю Какой Хорошенький Девушка 70 Ну блин Ну чего Не похоже на 70 Не А на сколько похоже Ну во мне 70 Ну сколько 62 Нет За 50 Ну да Мне 52 Я думала Вот она Какого-то Геннадина 44 Примерно 42 Она просто Старая Олег Геннадина Ну ты говоришь Она Молода А наоборот Молода Да Молода Похоже Не я Да Мы про Ольга Про мои ученики С физикой Разговаривали Да я поняла 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 Девочки А где вы В каком городе Так вот Сидите Да Вы в каком городе Волгоград Я уже Разговаривала Сегодня С очень Симпатичным Парнем Из Волгограда Но у них Там все равно Ничего не получилось Нашлось еще двое Вам бы понравился Он Так А вы откуда Я Я живу Во Флориде Класс Все Русские В каких-то Городах Русские Нет Ну это штат Это штаты Это штаты Я в штатах Ну я поняла Да Мы поняли Ну давайте Девочки Удачи вам Ой Я вас знаю Да Я хожу Да На ваши странички С удовольствием Смотрел ваши Ролики Ютубовские Здравствуйте Давно Давно Не заходил А вот А видите какие Оказывается Оказывается Какие у меня Подписчики Симпатичные Ну Очень следил Практически Пересмотрел Весь ваш визит С супругом На родину Сказать Это очень было интересно Как вы пожар Тушили Ну надо же Как интересно В самом начале Я забыл В какой город Вы приезжали Тула Тула Куда? Откуда Сама Где? Откуда Я сама Вы знаете Ну я не помню Я помню Мы приезжали В какой-то город Но я родилась В городе Рыбинск По-моему Калуга Это близко А как вас зовут? Валерий Валерий Очень приятно У меня Наташа Ну да Теперь Это самое Если что Я вам напишу И мы сможем Удачи С удовольствием Поддерживать А у вас Подушечка Из Британии Такая красивая Это декоративная Подушка Просто Все меня Начинают Выпытывать Какой это Имеет политический Смысль Я говорю Я никакого Просто В Калуге Универмарк был Домашний Утварь Караута Вот И я там Перед 8 марта Как раз на кассе Прям лежали Целые Сундуки С разными Подушками Лята Тигрята Цветочки И с этим флагом Я купил Такие Раздарил Девушкам Дамам Знакомым А это Оставил себе Все понятно Надо же Как интересно Я прямо Обожаю Когда Кто-то Показывает Места Где он был И особенно Москву Для меня Сейчас Кроме Москвы И Калуги Вообще Ничего не существует Хотя я Всю жизнь Любил Америку Мечтал Уехать С детства Что называется Мечтал Путешествовать А уже Спасибо Самое красивое Это душа Москвы Потому что Все эти Слоновые Тропы Хотя это Красота Красная Площадь Манежная Тверская ВДНХ Гунцун Детский мир А вот В эти уголки Которые Я хожу Там Никого Нет Там Такая Красота Такой Уют Такой Интим Столько Всяких Шедевров Старинных Восстановленных Новых Модерных Но Никого Нет Только Шикарной Машины И Все Ну да Так что Приезжайте Спасибо Приеду Я Или На вашем Самом На вашей Страничке Могу Если вы не Удражаете Могу Своей Ну напишу Вам что Небудь Да еще И свои Контакты Могу Сейчас Дать Пожалуйста Да нет Нет Потом Напишите Потом Ладно До свидания Спасибо Вам Я рад Очень рад Спасибо А где Вы штатах Живете Я живу Во Флориде Ну Хорошее Местечко Да Ну так Нормально Слава Богу Муж У вас Такой Достойный Мужик Он Называется Спасибо Привет Обязательно А у вас Сзади Хвостик Да У меня Хвостик Вы Музыкант Я Хоть инженер Строитель Такой С Творческими Завихрениями Вот Я Артитурой Занимаюсь Я Проектировщик Я Технолог Чем Что угодно Могу Построить За свою Жизнь Столько Всего Строить Это да Классно Вот Какие Подписчики У меня Вот Какие У меня Подписчики Очень приятно Хорошего Вам Вечера И Вам Тоже Спасибо До свидания Давай Эй Алло Алло По-русски Будем Будем Конечно Ну Как Хочешь Сейчас Тогда Подожди Подожди А что Вы там Пьете Пиво Вино Что Вы пьете Коньяк Пиво Женщины Не хотят Коньяк Вы Отмечаете Субботу Или Что-то У вас Другое Еще Отмечаете Нет Субботу Всегда Субботу В общем Должны Работать Трезвые Водители Ну У нас Таких Нет У нас Все Нормальные Ребята Ну Что Простите Кальян Курят Ничего себе Какие молодцы Кальян Курят Прямо надзадымили меня тут все Ой Ждала меня Я тебя помню Молодец Че это ты в той же самой майке Че там говоришь Понравился мой посыл тебе Нет Что понравился Посыл мой понравился Последний Я тебе написала А что ты написала Я уже не помню Ты не помнишь Да Но больше не безобразишь Не безобразишь Все еще А Че-то там Ты там Я тебе знаешь Что могу посылать Чего же Послушай песню Пугачевой Белые цветы Ой Хорошо Пугачеву люблю И удачи тебе Хорошо Спасибо Как у вас? А у вас? Как и у вас А у нас на кухне газ А у вас? А у нас кислород А у нас? Как там было дальше Сихотворение Это уже не помню Он из нашего окна Площадь красная Видна Как всегда Окошко открывается И должен успеть Зайти Эту окошко Не успеть Правда В момент А вы откуда Если не секрет В смысле Откуда Я в Америке Сейчас В данный момент Да Так Пишется у меня Снизу Во Флориде В каком городе Именно? В штате Флорида Там Мои земляки много Да? Я слышал Ну Кто земляки Армяне? Да 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 Особенно В Лос-Анджелесе У них там Целая Целая община Огромная Армян А Они вообще Там нормально Нормально Сибирь? Ну а чё ж Они все Нормальные Все Все люди Нормальные А что у вас Армяне? А вы как Давно там Живете? 18 лет Ого Немало Естественно Ну чё А в России В каком городе Жили? В Рыбинске Это далеко От Москвы? Это 300 километров От Москвы А Ну все-таки Ну Понял Ну из-за этого Там люди Боли нормальные Я думаю Я сейчас В Москве Тут Немножко Ну Мягко говоря Грозные люди Такие Да Но Тут в Нью-Йорке То же самое Люди Когда быстрая жизнь Такая вот так Вот так И мне Когда улыбаться А вот такой А вы в России Когда были Последний раз? Три года назад А Именно в Москве Вы били? Москва Тула Рыбинск И Санкт-Петербург А Это еще лучше Потому что я Как вы любили Боли-менее те города Которые движуха есть Мы не знаем Что это такое Если бы мы знали Что это такое Мы не знаем Что это такое Ну Москва Особо Питер Там Вот Смотрите Такой вопрос Просто я Лишь не был Рассказывай Рассказывай Но просто Почему-то Я хотел От вас Тоже Это услышать Вот Если смотреть На Америку На Америку Калифорния С этой стороны А Флорида С этой стороны Это как Вот примерно От тебя Сахалин Так же А Все Все Ну Все Таки Да И как Получается Район В Америке Живете Район Все Все В селе В селе Мы живем Там все Таки Люше Чем тут Не знаю Ну Раз Там Живете Тогда Да Ну Подождите Ну Это же Не обязательно Что Вот Если Я тут Живу То Здесь Лучше Или Хуже У меня Здесь Семья Ну То 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 Вы Делите Те Вещи Которые Вам Не Нравится Ну Против Вас Или Или Не Все Все Нравится Но Все Так Придется Делать Но Жить Там Где Не Нравится Так Я Не Знаю Я Я Так Давно Здесь Живу Что Мне Кажется Уже Мне Все Равно Как Один Раз Живем Это Все Равно Где Будем Жить Но Мне Не Понимаешь Я Нет Такого Что Я Хочу Поехать Куда Там В Какой Мегаполис Я Живу У Здесь Семья И Мне Здесь Хорошо И Как То Я Наверное Уже Понял Что Мне Больше Всего Движуха Нравится Ну Конечно Ты Молодой Конечно Еще Бы Тебе Не Нравилась Движуха Мне Тоже Когда Понравилась Движуха Но Когда Ты Взрослеешь Движуха Уже Не Так Нравится Движуха Я Не В В Вообще Общем Так Не Важно Конечно Еще Бы Тебе Нравилась Деревня Для Меня Лос Я А почему Не Чикаго Подожди А почему Не Чикаго Почему Не Нью-Йорк Почему Допустим Там Не Сан-Антонио Это тоже Большие города Больше По поводу Лос-Анджелеса Слышим Наверное Из-за этого А это Из-за того Что Там Много Армян Да Нет Я Вообще Тут В Москве Больше Армян Чем Там Наверное Не знаю Это Но Я Думаю Ну Я Старый С Армянами Тут Не Работать Я могу Сказать Почему Не то Что Они Плохие Люди Не В этом Плане Нет Просто Понимаете Вот С ними Работаю Я Остаюсь Тем Человеком Который Я Был То То Тем Обычиями Которые Я Родил С Тем Воспитанием Которые Ну Немножко Хочется Вить Самого Себя Армяне Немножко В этом Плане Могут Помешать Мне Подожди Так Тебе Нельзя Ты Туда Ты Там Никуда От них Не денешься Там Только Будут Вокруг Тебя Армяне Уходить Никуда Возможно Да Тогда Уж Сиди В Москве Понятно А Чем Занимаетесь Я Риелтор Ага Да Блохо Да Ладно Давай Хорошего Тебя Дня Вам До свидания Распутин Точно Точно Распутин Распутин Хуйло Ну тебе Даже не надо Подожди Ну тебе Даже не надо Переодеваться У нас У нас Тут был Хэллоуин И Один парень В Распутин Оделся Прям Тебе Даже Одеваться Не надо Вот Просто Рясу Одеть И Все Все Кина Не будет Добрый вечер Девочки И Мальчики Я смотрю Твои Видео Ничего себе Да Это Сейчас Муж У меня В кадре Ничего себе Так Надо Тебе Видеть Спасибо Как вас зовут Дарья Дарья Очень приятно Наташенька Как у вас дела Расскажите мне А можно На вас Посмотреть Да 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 Леха Отдвигайся Будет разговор Извините Я просто После душа Ничего страшного Чушь Очень приятно Мне тоже Ой Очень До какой степени Приятно Я вообще Я даже не ожидала Вас увидеть А вы в каком городе? Что-то Вошкается Вошкается Я говорю Ну давай Может на Ну на штаты Вот И он Вот вас Нашел Представляете А в каком городе? Ну Сейчас мы В Астрахани А вообще А с тем Переезжать В Павелинград Здорово Вот Боже Неужели Я вас вижу В прямую Ну на 3 секунд На 3 секунды Да я столько Ее видео Пересмотрела Ты что Я знаю Я ее Даже Дом Ее знаю Муж А что она хочет? Муж говорит А чего она хочет? Муж говорит А чего она хочет? А Привет Муж Нет Твой муж Спрашивает У тебя Про меня А что Она хочет? Мой Муж Что она От нас Хочет? Спрашивает Муж Он Дурисей Страдает Вот честно Говорим Он Просто Стирает Дурисей Я смотрю телевизор, а муж что-то в компьютере вошкается. Я даже не смотрела, что он там делает. Не, давай мужу своему сидеть в этой рулетке. Тут плохие дяденьки и тетеньки сидят. А ты же неплохая. Ты чего здесь сидишь? Ну вот я видео записываю, между прочим. А, мы ждем новый видос? И про что? Про рулетку. А, именно про этот видеочат. Да? Да. Какой видеочат я имам? Наталья, это же вот. Это который, я смотрю постоянно видео. Ну откуда же он меня может знать? Он же не смотрит. А, ну он да, он может не знает. А я так говорю, как будто все знают. Про еду что? Не про еду. Про какую еду? Про еду. Про еду тоже. И про еду, кстати, да, там это уже есть видео. А что номер? Номер, говорит, возьми у нее. Спасибо. Спасибо, спасибо, ребята. Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо. Спасибо большое, Наташ. Спасибо. Огромное спасибо за ваше видео. Жду с нетерпением. Спасибо вам большое. Спасибо. Bye. What? What? No way. It's no way. Ты послушала песню? Нет. Я ее знаю, между прочим, эту песню. Эти белые цветы... А ты хорошо себя теперь ведешь? Я поставлю у окна... Ты хорошо теперь себя ведешь после моей встречи? Да, я всегда хорошо себя вел, я просто тогда прикалывался. А-а-а, вот ты какой. Ты как бы это, ну, агрессию... Ну, потому что ты знаешь же, как люди здесь, когда ты идешь в рулетке, что делают здесь, да? Потому агрессия нарастает, агрессия нарастает, и уже на ком-то она выливается. Ну, видишь, я же себя не могу на место женщины поставить. Мне интересно, сколько минут у тебя уходит на макияж? Одна? Нет, не одна. Сколько? У меня уходит на макияж около полчаса. Сказочный долбоем. Полчаса уходит на макияж. Потом опять на глаз. Почему только из больницы выпустили? Нет, нарастает и потом выливается на ком-то. Ну да, я же говорю, я, ну, как бы, я понимаю, когда мне уже говорят, а так я не могу на это, ну, себя поставить на твое место. Ну, вообще, вот если ты сидишь в рулетке, и ты смотришь девушки, да, но девушки хотят просто пообщаться. Знаешь, женщины, они же любят ушами. А когда они начинают показывать, как... Ну, не все, на самом деле. Ну, это тогда не девушки. Тогда это, я не знаю. Ну, я бы не стал так обобщать, это другие девушки. Ну, что, девушки, которые ищут вот эту погабщину, ну, что это за девушки тогда? Ты захотел бы такую девушку себе в жены? Не думаю. Ну, а почему нет? Все девушки похаблены в душе, вот, где-то там. Ну, я не знаю. Они же, нет, они играют. Я не похаблены в душе. Может быть, это другое воспитание. Я не знаю. Ну, значит, ты фрегидна, да? Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Нет, почему? Я просто рождена в СССР, где не было секса. Она рождена в СССР, где не было секса. Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, ты влукаешься. Правда? Ну, если тебе кажется, то это самое ключевое слово. Кажется. А после слова «кажется» уже такие веточки отходят. Знаешь, что там можно придумать? Ну, я вот на Америку переключился, потому что в России уже надоело. Потому что ты меня ждал, да? Ты меня ждал. Ну, тебя нет. Я побаиваюсь таких. Правильно, правильно. Вы уже опытные. Такие, как я, тебя хотя бы на место ставят. Нет, даже можно меня на место не ставить. Ты, типа, такая тоже. Тогда так написала грубо и такая гордая. Я думаю, ой, всё. Прямо, блин, это обидело меня. Ну, я не то, что грубо. Я тебя хотела охладить, чтобы ты знаешь, как-то немножко... Охладить свою трахань. Да. Это, знаешь, да, эту фразу из GTA-игры. И, значит, как сказать... Вот в США я рада. Почему в США? Мне нравятся тут вот приветливые люди и приветливые девушки. Они вот улыбаются. И мне нравится, что умеренный макияж у них такой. Братан, блядь, так не говори! Вы вот не злоупотребляете косметикой так сильно. Как у нас в России. Ты знаешь, ну, когда была молодая, наверное, тоже злоупотребляла. Потому что, когда ты молодая... Когда ты жила в США, ты имеешь в виду? Ну, наверное, нет, когда в России жила. Нет, нет, я про США говорю. Я знаю. Потом я пообщался с девушкой, эмигранткой. Она говорит, а тут не принято так краситься. Тут вот мы можем в супермаркет выйти без косметики. Ну да, она спрашивает, а ты куда собралась? На какую вечеринку? Да. И вот говорит, что, типа, приветливые, это потому что нас воспитывают так вот тут с детства в Америке. Что надо, как бы, быть доброжелательным. Если вот в России, допустим, я буду идти, я могу улыбнуться кому-то. Мне скажут, что ты улыбаешься, могут мне еще и морду дать. Ну, за улыбку морду-то уж не дадут. Нет, запросто могут. Всечь. Ну, это может быть, значит... И мне вот интересно, другая культура и все прочее. А ты, как бы, тоже, наверное, скучаешь по родине. И вот, да, заходи. Я скучаю по родине и захожу для этого в рулетку. У меня она станет жуткой. Ой, а ты поешь? Не, я не пою, я только музыку слышал. Ну ладно. Хорошего тебе опять вечера. Думаю, опять встретимся с тобой. Да, наверное. Потому что Америка маленькая страна. Как тебя зовут, товарищ? Сергей, а ты с какого штата? С Флориды А, Флорида? Я знаю ряд флоридских дэдметал групп Можешь даже послушать Знаешь какую группу? Кэннибал Корпс Хорошо, послушаю, Кэннибал Корпс Давай И металлика кавер еще В скобках Хорошо Ну видите, оказался нормальный парень А мы-то думали Американка? Американка? I'm sorry Ну ты американка? Американ? А я россиянин You're Russia You're Russian Ну, российский Игорь 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 Правильно говори Игорь Игорь Да нет Игорь 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 Да ладно, знаю, что Игорь Че ты хоть прям Почему ты американ? А, ты русианка? Да Но я тебе хочу сказать, что в Америке Они всех Игоре А Игоре называют Игорь Потому что они не могут сказать Потому что у них нет мягких знаков У них нет мягких Вот Наталья Они не могут сказать Они говорят Наталья То есть у них нет мягкого знака Который Смягчает букву Они им не выговорить это Поэтому ты Игорь Я всегда хочу быть Игорем Я всегда им говорю Игорь Игорь Да В Америку приедешь Будешь Игор И что в этом хорошо? Нет Но если люди не могут выговорить Допустим Твое имя Потому что у них язык Не предусматривает Смягчение буквы Поэтому ты будешь Игор Вот так А если испанцы То они могут Твое имя сказать Игорь Вот скажи мне В чем сила, брат? Зависла Здравствуйте, Россия Здравствуйте, Россия Матушка Ага, сразу видно, что вы русская Ну и хорошо, это разве плохо? Это же супер Вот у вас футболка, допустим, с Эминемом Любите Эминема? Эмммм Ну Слушаю время от времени Я бы не сказал, что I'm fond of him Ну That's good Ну вот Ага Интересно Кого же вы ищете В столь раннее для вас время? Да я смотрю Это самое Полиция вообще не уважается Спасибо Во-первых, у меня 4 часа вечера Почти 5 вечера Вас искала Вот нашла Ох ты Ничего себе А у меня 3 часа ночи Ну вот видите А вот кого вы ищете в 3 часа ночи Вот это интересно Я искал Может быть Немного практики Английского Типа I can talk to you in English if you want Спасибо Я уже понял, что вы русская No problem I can talk to you Это все, конечно, хорошо Откуда вы? Родом Родом я из города Рыбинск Слышал о таком? Хорошо, это уже хорошо Это где-то Ростов-на-Дону Ну типа да Ярославль А, Ярославль Я из Ростов-Великий Слышали о таком? Что? Башкортостан Город Уфа Уфа, да, знаю, конечно Вот, я оттуда То есть вы татарин Нет Башкир Башкир, окей Подождите, а кто? А, тата Подождите, у меня подружка татарка Но она из Уфы То есть у вас там Ну Многонациональная республика Есть Татарстан с городом Казань Казань, да А есть Башкортостан с городом Уфа И все это на стан Казахстан Узбекистан Татарстан Башкирстан Да Ну Насколько все перемешано Конечно Конечно Тут можно запутаться Без проблем Да Нет Это я точно не разберусь Какая разница Любой снайпер Это сделать за 2000 баксов Ну А что вы делаете сейчас? Вы поете, вы танцуете Вообще по жизни Я по жизни учителем английского языка В школе Супер Давайте поговорим по-английски А вдруг я вам чем-нибудь помогу Вы говорите Я очень мягкий от моего английского Почему? Если вы учитель английского языка Вы не можете быть мягким Вы должны говорить Вы должны быть Я у меня большая проблема В моем английском языке В английском Это окей Я у меня проблемы, too Может быть, мой язык Но моя грамма Это плохая Это окей Это первый год Я в школе Слушай Русские люди У нас Русские люди У нас есть грамма У нас есть русские У нас есть Я знаю Я знаю У нас есть У нас есть У нас есть Ислеiyan english It's ok That you have Little problem I do, too I live in America 18 years And I still have problems With english That's ok послушайте если человек учит английский язык с детства это одно а когда человек начинает учить язык с 35 лет как я у меня никогда не пропадет акцент класса получается где-то с 11 лет так ну скажем так усиленно начал заниматься английским но изначально у меня прям когда я в университет поступил на факультет английского языка мне прямо сказали у тебя акцент прямо турецкий ну то есть у меня меня учили преподаватели турки турки они были ну турецкий лицей тогда был так называемый то есть у меня химия физика биология алгебра все это на английском языке велит однако это были турки и вот на факультете иностранных языков башкирского государственного педагогического университета мне целый курс целый год исправляли my pronunciation so so your pronunciation much but i have what i have this is true nation is much better than mine so you do much better maybe yeah believe me i have never been abroad have never been abroad have never been abroad so that even even in turkey you need the part a have any money to go somewhere this is russia you don't have any money you need practice 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 practicing grammar yeah so i'm here to practice my english practice 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 Субтитры делал DimaTorzok Ford Because it is so good Because I bet learned this English That's OK I can Not bad, not bad Как вы понимаете на английском? Понимаю ну короче да yes i can't understand you you can't understand me because i speak on easy language i can't understand you i do understand you yeah i don't understand me конечно она тебя понимает ты чего хоть а ебать по русски я хоть ты бля и въебываешься я нашел кнопку что я из США ебать пошли русские сразу понимаешь знаешь что я тебе скажу ты высокомерна и избалованна ну что ты так матом ругаешься ну зачем ебать мат это часть русского языка ну часть ну зачем сразу ну ну английский то нормальный же у тебя ну шо ж ты ну не очень у меня училка была сука и она меня за то что я вот так пальцы поднимал когда руки болели и она меня выгоняла за то что я фашист не знаю а в каком городе находитесь вы москва а классно а ты а я что в каком городе или в каком штате в штате во флориде во флориде во флориде а какая у тебя классная прическа мне нравится вообще супер я отращиваю вообще супер супер вообще очень нравится да да нравится красиво красиво правда я отращиваю пока ну типа не будет блины но если у парней допустим красивые волосы почему бы не отрастить да почему все должны быть с короткими стрижками это очень красиво правильно у нас вообще все лучше ну у вас и волосы приятнее вам то надо блин шампунь бальзам масочку а мы взяли то что называется шампунем и у нас приятно а ресницы какие у парней вообще я говорю нафига они вам нужны нет так вот вот прям ресницами да подарил их там всех мы рождены красивыми это вам приходит да 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 вам ничего не надо ни косметики ничего умыл лицо и пошел да еще девчонка вон рядом красивая сидит самая красивая ну да еще с такими красивыми рыжими волосами вообще но уже розовый ну да ну ладно хорошего вам вечера и вам может быть все таки потренируетесь по английскому раз я поэтому и нажал сша ну так я все равно конечно могла с тобой поговорить по-английски но ты начал матом ругаться ты и думаю ну уже надо признаться мне ну да ну да ну да ну да здрасте здрасьте 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 как у вас дела хорошо вы наверное нажали на на америку и подумали сейчас мы поболтаем с американцами а тут опять русские Хочу услышать, как вы на гитаре играете. Можно? Конечно. Продолжение следует... Продолжение следует...